Приветствую всех любителей шахмат. Недавно на турнире у Магнуса Карлсона была сыграна интереснейшая партия в исполнении действующего чемпиона мира. Его противником в этой партии выступил Максим Вашье Лаграф. Карлсон играл белыми и пошел вперед пешкой С. Неожиданно сарагосское начало, скромный ход. Белые никак не борются за центр, в то время как черные развивают слона на большую диагональ. Магнус все-таки устанавливает пехотинца на центральное поле, черный нападает на пешку, белый укрепляет центр ходом Д3. Дальше последовал ход Е6. Вашье Лаграф открывает дорогу для развития чернопольного слона, белый развивает коня, черный наносит контур-удар по центру Д5. Последовали развивающие ходы Конь Ф3 и Конь Ф6 и здесь Магнус захватывает пространство ходом Е5, при этом запирая центр. В результате на доске получается французская структура. Черные наносят контур-удар по центру С5, атакуя базу пешечной цепи по Арону Немцовичу. Как правило, черные планируют атаку на ферзевом фланге, нажим на пешку Д4, а белые набрасывают пешку на королевском фланге и подготавливают атаку на короля. Вашье усиливает нажим на центральную пешку Д4, белые выводят своего белопольного слона, следует размен на поле Д4 и ход Конь Б4. Таким образом, Вашье Лаграф хочет решить проблему со своим белопольным слоном, который в данный момент ограничен собственными пешками. Идея перевести его на поле А6 и поменять на хорошего слона соперника. Атакованный слон Карлсона отступает на поле Е2, черные предварительно играют ферзь С8, прежде чем провести этот размен. Белые рокировали в короткую сторону, черные сыграли слона А6, последовал размен белопольных слонов. Угрожает закаспаривание коня, поэтому Магнус Карлсон защищается ходом Конь Е1 и где-то подготавливает активизацию своего ферзя. Черные ставят ладью на открытую линию, белые увеличивают пространственные завоевания, Максим Вашье Лаграф заканчивает развитие легких фигур. И в этот момент белым необходимо было пойти на таран, сыграть А6, разрушая королевский фланг соперника. То есть белые жертвуют время на пешку, но после взятия на поле А6, они подключают к атаке коня и постепенно захватывают инициативу именно на этом участке доски. Но вместо этого Магнус Карлсон играет А3. Желание выгнать назойливого коня понятно, но после этого хода белые по сути теряют время, поскольку черные улучшают позицию своего коня, который теперь давит на отсталую и следовательно слабую пешку Д4. Белые вынуждены как-то защищать эту пешку. Магнус сыграл ферзь Ж4 и пешку защищая и нападая на пехотинца на поле Ж7. Но вот черные отвечают ходом Ж5 и теперь положение ферзя на поле Ж4 становится совершенно глупым. Брать пешку на проходе абсолютно невыгодно, поскольку у черных вскрывается линия Аш и они могут подключить ладью по четвертой горизонтали к атаке слабого места. Ввиду этого Магнус играет конь Ф3, нападая на пешку Ж5, черный защищается, белый дополнительно укрепляет пехотинца на поле Д4, на что Максим Вашьелла Граф связывает вражеского коня и нападает на пешку Б2. После отступления пешки на поле Б4 черные сыграли конь Д8 с угрозой при случае куда-нибудь внедриться своей ладьей. В итоге из-за неудачного вояжа белого ферзя белые фигуры начинают путаться друг у друга под ногами. Намечается явная дисгармония в их стане и у черных больше предпосылок для получения инициативы в данном положении. Белые сыграли здесь в ферзе Ж3, освобождаясь от связки. И черным нужно было сыграть ладья Ж8, угрожая пойти с Ж4 с вилкой и выигрышем фигуры. Белые могут защититься ходом конь H2, но позиция их фигур выглядит слегка подозрительно. Вместо этого Максим Вашьелла Граф проводит типичный для подобных французских структур ход пешкой F. Но в данной конкретной ситуации это продолжение является плохим, поскольку белый меняется на проходе и оккупирует своей фигурой опорный пункт E5. То есть Магнус Карлсон жертвует пешку ради позиционных факторов. После размена на поле H5 у черных лишний материал, но белый осуществляет блокаду по Арону Немцовичу. Позиция сказка для Арона Исаевича. Дальше черные сыграли слон D6, белый меняет единственную активную ладью соперника. И после размена на поле C1 безраздельно захватывает открытую линию. Черный пытается активизировать свою ладью, но белый заезжает на 8 горизонталь, связывая черного коня. Последовал ход ладья C7 с жалкой надеждой поменять ладьи, но конечно же Магнус уклоняется от этого размена. Но и в этот момент черным необходимо было снизить численность зоопарка на доске, поменяться на поле E5. И после хода король E7 они еще могут как-то сопротивляться. Но черные сыграли кони F6 в партии, белые теперь играют B5 с угрозой прыгнуть конем на поле C6, используя связку по вертикали. На А3 забирать невыгодно, все равно белый играет конь C6, черным необходимо защищать коня. Но здесь белый активизирует другого коня с атакой ладьи, затем отыгрывает одну из пешек. У черных слабая пешка на B6, слабая пешка на А6, проблемы с королем. В общем, огромное преимущество на стороне белых. Поэтому Лаграф сыграл здесь король E7, белый дали шах. Уходить королем на F7 нельзя, из-за того, что белый пробивает на D8, а потом еще и на D6. Приходится отступать королем на поле D7. Но и белый активизирует другого коня, выписывая шах королю. Здесь уже произошел размин легких фигур на поле E5. Но после отступления короля и продолжения слон D2, Максим Вашьелла Граф признал себя побежденным. Полное торжество стратегии Магнуса Карлсона. И действительно, картинная позиция на доске. У черных лишняя пешка, но при этом они сдаются. Дело в том, что угрожает очень неприятный шаг с поля B4 с решающей атакой. Если, скажем, черный играет король E8, белый нападает на коня, черные вынуждены защищаться. Дальше к атаке подключается слон. Ну и, например, на H5 белый играет слон E7. Угрожает взятие на поле D8. Здесь уже придется черным забирать на поле E7. Белый в промежутке пробивает на D8, получает лишнее качество. Дальше падают пешки ферзьевого фланга. Говорить не о чем у белых большой перевес. Поэтому на 34 ходу Максим ваш Елограф сложил оружие. Ну и если бы данная партия была сыграна в начале прошлого столетия, то, безусловно, она бы попала на страницы знаменитой книги «Моя система» Орона Немсовича. Если вам эта партия понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на обновление канала. Нажимайте на колокольчик, пишите комментарии и до скорых встреч!